Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и за последние три дня я спал около девяти часов ради того, чтобы постоянно быть с тобой на связи на этом канале. И сегодня я планировал отдохнуть, поспать и выспаться. И с новыми силами выступать в бой. Но, как обычно, рынок абсолютно плюет на мои желания, и здесь постоянно происходит что-то интересное и опасное. Ведь мне уже написало несколько человек, которые попали вот на эту ситуацию и потеряли очень-очень много денег. Поэтому я решил сегодня очень быстро включиться, чтобы показать тебе кое-что очень классное, связанное с принятием Шиба-Ины, а также предупредить о том, чтобы ты не попал на большой скам, который сегодня развивается в интернете. Начнем с того, что петиция с обращением к Робин Гуду с просьбой про листинг Шиба-Ину набрала 400 тысяч подписей. Огромная цифра, которую Робин Гуд игнорировать точно не вправе. Поэтому следующая неделя для Шиба-Ину может быть очень масштабной. Ведь 21 октября Робин Гуд добавил новую вкладку в свое приложение. Эта вкладка называется Альткоины. То есть они делают абсолютно отдельную опцию приложения специально для Альткоинов. Если раньше в приложении Робин Гуд поиск по слову Шиба-Ину переводил пользователя на другие компании, которые уже поддерживают ее торговлю, то сейчас почему-то поиск ведет на пустую страницу, которая как будто бы готовится для Шиба-Ину. Об этом сообщает криптоаналитик Дель Крэкспто. Надеюсь, я правильно прочитал его имя. Еще один влиятельный человек в мире Шиба-Ину, Милкшейк, написал, что по отчетам Робин Гуд постоянно трудится над новой вкладкой Альткоины у себя в приложении. Видимо, они что-то тестируют перед добавлением новых Альткоинов на свою торговую площадку. Все это ведет нас к этому твиту из твиттера Shiba Inu News. Здесь они опубликовали один интересный слив, что якобы 1 ноября 2021 года Робин Гуд добавит Шиба-Ину. Они ссылаются на CoinMomo, которые и предоставили этот слив. Очень захватывающие новости, не так ли? Ведь Шиба-Ину уже залистили такие площадки, как VBull, Coinbase Pro, Binance, а также Coinbase. Поэтому листинг на Робин Гуд – это хороший толчок для любой криптовалюты. Так, DogiCoin после этого вырос на 20% сразу же после листинга. Я немного изучил этот крипторесурс CoinMomo, с которого и последовал этот слив. И оказалось, что они уже говорили о том, что Shiba Inu будет добавлено на Робин Гуд 25 октября. Однако этого не случилось. Поэтому к этому сливу нужно относиться очень осторожно. Но из квартального отчета Робин Гуда мы видим, что за второй квартал 62% прибыли приходилось на торговлю криптовалютами, причем по большей части благодаря листингу DogiCoin. Также интересно отметить, что даже просто на фоне слухов о листинге Shiba Inu акции Робин Гуда выросли на 1,5%. Поэтому мне кажется, что Робин Гуд все-таки добавит Shiba Inu. Это финансово будет им выгодно. Может и не 1 ноября, но рано или поздно это случится. Еще одна хорошая новость для принятия Shiba Inu в качестве средства платежа касается крупнейших сетей кинотеатров AMC. Доход этой сети составляет около 1,3 миллиарда долларов в год. Так, директор AMC Адам Аарон сегодня опубликовал очень интересный опрос у себя в официальном твиттере. Он написал, как вы знаете, теперь вы можете приобретать подарочные карты в наших кинотеатрах за криптовалюту, и наша IT-команда пишет код, чтобы мы вскоре могли принимать оплату в биткоине, эфириуме, лайткоине и догикоине. Стоит ли нам добавить и Shiba Inu тоже? 82% людей проголосовали, что стоит. Поэтому, скорее всего, Shiba Inu скоро будет использоваться для платежей в кинотеатрах AMC. Это очень большой толчок в плане принятия и признания этой монеты. И, наконец, почти все как минимум один раз слышали про сериал «Игра в кальмара». Я не видел ни одной серии просто потому, что у меня банально нет времени. Сериал выпустил свою собственную криптовалюту Squid Game, и ее курс за сутки вырос на 2400%. Торгуется он на PancakeSwap, децентрализованной бирже, и я хочу прямо предупредить каждого, кто смотрит это видео. Я уже знаю нескольких человек, которые в безумии кинулись покупать эту криптовалюту в погоне за хайпом, причем на очень немаленькие для них деньги. Дело в том, что купить ее можно, а вот продать не получается. При попытке продать ты получишь такое сообщение с ошибкой. Многие уже с этим столкнулись, и если почитать комментарии, то можно увидеть, что люди пытаются продать ее просто-напросто в комментариях, Переслав с одного адреса на другой, понятное дело, здесь можно натолкнуться на кучу мошенников. Я прошу всех не покупать эту криптовалюту ни в погоне за большими процентами, ни в погоне за хайпом этого сериала. Вы останетесь с никому не нужными фантиками без ликвидности, без возможности торговать и продавать, и главное, без своих кровных денег, которые вы вложите в эту криптовалюту. На этом все, ребята, это было быстрое видео. Увидимся завтра в новых больших выпусках, которые я уже готовлю специально для тебя. Они будут касаться метавселенной, а также топ-5 игровых альткоинов, на которые я сейчас обращаю свое внимание. Сразу же хочу спойлернуть, что среди них будет и сэндбокс, который мы на этом канале покупали еще за 4 цента. Сейчас он стоит 1 доллар 20 центов. Мы уже сделали неплохие иксы, но я думаю, что это еще не предел для этой криптовалюты. Ее потенциал намного-намного больше. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить эти новые видео. Нажми колокольчик, чтобы получать эти видео в числе первых, а также... Что? Прокомментируй, поделись видео с друзьями и подпишись на телеграм, ссылка на который в описании. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok